Это первая портниха Аллы Пугачевой. Которая сшила стабилитарные малоходы. Аллуся, я нашла тебе то, что ты хотела. А потом ее сын ограбил Филиппа Киркорова. Страшная история, она попала у меня, потому что мы в Васильеве находились 5 тысяч. Дурачок Филя, ну как тебя можно обограть? Ты сам бриллиант. Какое наказание понес сын портнихи Пугачевой за свое преступление? И что с ним стало? Держись. Ну какая отчаянная. Яков Суббота бережно обнимает свою младшую дочь Софию. Глядя на них, невозможно поверить в криминальное прошлое Якова. У него за плечами 8 лет тюрьмы за ограбление музея и еще 2 года за кражу денег Филиппа Киркорова. Моя доченька любимая. Дай-дай, поцелуй его все скорее. Сам Филипп Киркоров подтверждает. Этот человек, сын первой портнихи Аллы Пугачевой, действительно украл у него все сбережения. 100 тысяч долларов. 7 лет назад на них можно было купить квартиру в столице и иномарку в придачу. Сталый ряд больших концертов. А что, он открыл сейф? Ну, как говорят, что он нормал с квартирой власти. Эмма Лавринович, крестная мама Филиппа Киркорова, она же директор концертного зала в Санкт-Петербурге. Именно в ее квартире артист хранил свои гонорары. Это были его личные деньги, потому что Филипп с Филиппом у нас связывает вообще очень добрые отношения. Яков заранее выведал у домработницы, когда крестная Киркорова не бывает дома. Она говорит, да я сейчас уже ухожу. То есть абсолютно все расписала, во сколько кто будет дома. В день ограбления Эмме позвонила перепуганная мама. Бессвязно рассказывает, что по квартире ходит посторонний мужчина. Вещи выброшены из шкафа, валяются на полу, и мама ходит, не понимает, что происходит. Яков представился другом Эммы. В руках он держал букет цветов. Мама крестная певца сама открыла дверь грабителю, а тот запер ее в ванной комнате. А мама, ей тяжело, там жарко в ванне, она астматик. Она говорит, сынок, я сейчас задохнусь, я не могу здесь дышать. Тогда он провел ее в спальню мамину, вытащил из прихожей холодильник, и в проем двери поставил холодильник, чтобы мама уже не вышла. Яков нашел в шкафу сверток с деньгами Киркорова и скрылся. Мать вора, она же портниха Аллы Пугачевой, не оправдывает своего сына, но не верит, что тот мог жестоко обойтись с 90-летней старушкой. Мама говорит, ну действительно, вот это вот моя химия была, что я бабульку эту, я потом переживала, у меня ночами, она снилась. Хорошо, что он еще ее не ударил, потому что я знаю в некоторых случаях его, он использовал электрошокер. И я не верю, что там какая-то такая была история, как она рассказывает. Как случилось, так уж случилось, назад ничего не вернешь. Портниха Примадонны объясняет, как ее сын оказался в квартире крестной Филиппа Киркорова. Началось все с того, что Яков проигрался в казино. Проиграл он полмиллиона долларов. Мы жили несколько лет, когда нас подслив все время машины. Когда моего сына таскали в лес, извините, хоронили, копали в могилу себе, и когда говорили, что вот здесь вот будут и твои мать, и все остальные, то чего оставалось делать? Якову нужны были деньги на лечение жены. И он решился на самое громкое ограбление десятилетия. Ты не поверишь, сначала сын Портнихи Примадонны украл из московского музыкального музея имени Глинки скрипку Страдивари. Это знаменитая история нашумевшая. Мне рассказывали, что он отсидел 8 лет. А после тюрьмы Яков украл миллионы Филиппа Киркорова. На него снова завели уголовное дело. Певец лично следил за ходом следствия. Следователь приехал, просто подписали о том, что он доверяет следствию, и, конечно, он не может бросать гастроли, прилетать. Так что я ему полностью звонила, все рассказывала. 4-5 месяцев он попался на очередной краже здесь, в Петербурге. Его арестовали. За ограбление крестной короля российской эстрады вору дали 8 лет тюрьмы. Сын Портнихи Пугачевой регулярно присылал Филиппу Киркорову деньги с зоны. Но, тем не менее, деньги вернули, которые были... Нет, деньги, естественно, не вернули. Какое-то, какое-то отрезки времени. 4-5 тысяч рублей как-то это все возвращал. За два года вместо украденных 100 тысяч долларов сын Портнихи вернул Киркорову около 20 тысяч рублей. А потом его выпустили из тюрьмы. Примерное проведение. И судьбой своих же заработанных денег ты не интересовался? Ну, а что интересоваться? Если был суд, был приговор. По этому приговору человеку просидели выплачивать ежедневно, что там... Филипп Киркоров только в нашей программе впервые увидел вора, который его ограбил. Сейчас он примерный семьянин и всю свою душу вкладывает в воспитание дочери. Выучила старинную французскую песню. Свою бабушку, бывшую Портниху Аллы Пугачевой, девочка называет мамой. Ведь пока отец был в тюрьме, именно она заменила ей обоих родителей. Мать девочки бросила ее, когда та была совсем маленькой. Обычно мама и папа воспитывают своих детей, а мы для Софики стали мамой и папой из двух месяцев. Первая Портниха Примадонны с помощью нашей программы просит у Филиппа Киркорова прощения за сына. Филипп, мне стыдно перед тобой. Наверное, это неправильно, но это все. Но он действительно не знал, что это твое. Все, что тебе там в конвертах за ночь, такие суммы давали, ну что делать-то? Ну вот так жизнь складывается. Видишь, он хотел семью выручить. Ты уже извини, пожалуйста. Ты не поверишь. Мой сын самый лучший в мире. Вся жизнь в жизни как. Ты не поверишь. Активный мужчина Николай Басков в активном поиске. Дайте кусочек счастья Баскову. Он целуется с неизвестными девушками и пристает к популярным певицам. Я буду соблазнать Леру, я буду ее гладить, я буду ее целовать, обнимать. Уберите Пригожина. Нюхать. Что на это скажут муж Валерии и девушка Баскова, как теперь называют Анастасию Волочкову? Пригожин, не разговаривайте громко. Натуральный блондин Николай Басков на всю страну заявляет. Он летит отдыхать на острова в Индийском океане с Анастасией Волочковой. Настя, это уже другая история. Мы на Мальдивы даже едем вместе. Но после этого признания Басков буквально падает в объятия другой блондинки, замужней певицы Валерии. Ты не поверишь. Валерия скоро будет беременна. Я испорчу вам семейную жизнь. В шоу-бизнесе давно привыкли к тому, что Басков меняет женщин как перчатки. Ни одна девушка мне сказала, ой, Николай, вы мне так нравитесь, правда вы уже мужчина в соку. Натуральный блондин гордится собой. Подарки делают женщинам, я люблю женщинам, я нравлюсь. Вот Джордж Клуни, господи, появится то с одной, то с другой. Ну, месяц вместе, неделя вместе. Видимо, по примеру западных коллег, золотой голос России теперь не пропускает ни одной юбки. Дайте кусочек счастья Баскову. Может, хоть когда-то мне повезти? Пригожин, не разговаривайте громко, вы не дома. Он у нас не прощается, не надо. Иосиф Пригожин не обращает внимания на попытки Баскова соблазнить его жену и занять своим мобильным телефоном. У певца в телефоне тоже много интересного. Например, программа «Ты не поверишь». «Ты не поверишь, а у нас есть самая дешёвая выпивка в Москве». Смотрите, какая у нас классная атмосфера, разве это не замечательно? Видите, какая у нас атмосфера классная? Разве это не замечательно? Николай Басков – душа любой компании. Он не стесняется в выражениях и травит нецензурные анекдоты. Вась, поздравляю, ты скоро станешь папой. Что, беременна? Нет, ты не дрема поставил. Не забывает певец и о своём заклятом друге Филиппе Киркорове. Я помню, как Киркоров ко мне пришёл в Большой театр на спектакль, и вот так ноги положил, вытянул на это. А я пою – «Куда? Куда?» И смотрю из Сашской ложи, торчат ботинки. И смотрю, а там сценник на них. Два певца продолжают соревнования «Кто лучше?». На этот раз Басков и Киркоров меряются квартирами. Квартира большая, за 300 метров. У Филиппа две по 200. Да, у Филиппа больше. Ну, какие мои годы? Филипп купил, а мне подарили. Басковы уже заждались на съёмочной площадке, а он никак не может определиться с выбором костюма. Вот это! Этот пиджак был сходим. Я его не знаю. Злые языки говорят, что натуральный блондин снова поправился. И на нём не сходятся любимые пиджаки. Я прошёл самое тяжёлое, когда почти что в течение месяца или полтора вообще не двигался в весе. Бабла, да хи**а, пожрать нечего. Жёсткие диеты уже не помогают артисту, поэтому ему приходится заниматься физкультурой, которую он так не любит. Я сидел на жёсткой диете, ходил в спортзал, всё не получалось, а потом раз и... Я надеюсь, что в следующем году топлис от Баскова появится на обложках. На съёмочной площадке, увидев Валерию в коротком чёрном платье и в чулках, Басков теряет голову. Сначала певец рассыпается перед ней в комплиментах. А Лера осталась такая же. Как так можно выглядеть и как вообще так... Так можно оставаться такой сексуальной, неподражаемой, волнующей девушкой, желанной. А потом и вовсе распускает руки. Сколько эти руки! В том пределах! И что? И что? Анализ у меня хороший, можешь не волноваться. После таких объятий волноваться надо Иосифу Пригожину. Ну, Валерия-то замужняя женщина, Господи, Иосифа, мы дружим. Золотой голос России готов дарить свою любовь миллионам, пока не появилась одна единственная, которая покорит его сердце. Привыкли меня видеть таким радостным. А знаете, как там внутри сердце разрывается на куски? Иногда придёшь домой, в подушку упадёшь и... А потом говоришь, Коля, ты лучший. Всё людям, 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 всё без остатка. Лолита Милявская отмечает день рождения. Где виски я не была? Вот это, а, слушай, вот я дикая. Вот означает, всё-таки мне преувеличили славу выпивающей женщины. Певица приглашает к столу каждого, кто заглядывает в её гримёрку. Ребят, заходите, попробуйте. И бутерброды, и шампанское, я его не пью, у меня язва. И ведище. А что это в рюмочке у Настёта? Уникальные кадры закрытой вечеринки. Когда я лежала в больнице и помирала 46 килограмм, да, вообще уже день нет, и мне х**ка изнесла. Лолке плохо, мне плохо. И цикала, плачет! Только в нашей программе как поздравил Лолиту её муж. Просто нужно любить, и я думаю, что всё взаимно важно. Пока друзья и коллеги пьют за красоту Лолиты, она её активно наводит. Звезда, как всегда, щедра на комплименты для себя любимой. Я кажусь кобылой такой жирный. Посмотрите на меня кабана, это не так. Всё хорошо. Я ещё живот не втянула, ещё почёски нет. Перелистывая старый альбом, Лолита сокрушается. Несколько лет назад она носила одежду на пару размеров меньше. Я себе иногда на холодильник вешаю, а потом думаю, это хрена, лучше поем. Лишние килограммы певица прячет под одеждой. То, что чёрная стройнит, знает каждая женщина. Какие в этом платье? Может, мне в нём остаться? Чёрная классная. Дим, шпильки, нога длиннее. Сейчас мы будем создавать имидж. Свой имидж Лолита меняла много раз. Она доверяет только профессиональным стилистам. И платит за это немалые деньги. Почти 20 тысяч рублей только за макияж. Не считая прически из накладных волос. Эти волосы, когда цепляешь вот так, лицо у тебя становится узкое в любом случае. Поэтому рекомендую. Лолита не стесняется открывать свои женские секреты при муже. Они вместе уже больше двух лет. Официально поженились этой весной. Дима до сих пор волнуется, когда признаётся знаменитой жене в любви. Волнуюсь. Отспокли ладошки. Лол, я тебя люблю. Помимо обручальных колец, они оба носят на правой руке красную нить. Это их символ любви. Бывает, что нить снашивается за месяц. Почему она всегда рвется с моим мужем в один день? Аля, любимая? У меня нить продвалась, а у тебя оба? У меня тоже. Нет, нет на самом деле. А ведь в искренность их чувств в шоу-бизнесе долго не верили. Всё-таки большая разница в возрасте. Дмитрий Иванов младше знаменитой жены на 11 лет. Лола, смотрите, она живчик такой, что она ещё фору даст любым другим женщинам, которые гораздо маложи. А ещё у них абсолютно разные профессии. Она артистка, а он спортсмен. Сейчас получает высшее образование в своей отрасли. Ты не поверишь, но мой муж сдал преддипломную работу. Организация и управление фитнес-клубом. Говорила тебе, иди на общее управление. Фитнес-клубы сейчас уже не то, чем надо заниматься. Нет, чтобы нефтяные вышки. Организация и всё остальное практически всё одинаково. Короче, наша семья будет управлять фитнес-клубом, как нефтяной вышкой. Время далеко за полночь. Муж зовёт именинницу домой, а она не может оторваться от любимого салата оливье. Сегодня делали свежий, теперь два дня не будет есть. Это и обед, завтрак и ужин. Сейчас не буду, завтра буду. Пойдём, лос. Иди, у нас всё, давай. Как же вкусно жрать салат оливье на ночь. Лолита признаётся, у них с Дмитрием полное взаимопонимание. Но она никогда не вышла бы замуж за него, если бы он не нашёл общий язык с её дочерью. Еве 12 лет. Она живёт в Киеве вместе с мамой и певицей и ходит в обычную школу. Сейчас вот дочь делает подарки, потому что она то нарисует что-то, то вылепит. Спасибо.